Фокусы от моряка Смотрим, как выглядит это фигурное ложное подснятие, которое называется 180К Почему оно фигурное ложное? Ну, фигурное потому, что мы крутим карты по-всякому, то есть получаются какие-то разнообразные фигуры Почему ложное? Потому что карты остаются в той же последовательности, в которой лежали изначально Давайте запомним, нижняя карта это у нас червовый король, верхняя карта это у нас червовый туз Теперь давайте посмотрим, как выглядит хеликс-кат Ну и еще раз В итоге манипуляции король червовый у нас остался внизу А туз червовый у нас остался наверху Ничего сложного в этом подснятии нету Сейчас мы с вами посмотрим, как оно делается Но прежде, если вы до сих пор не на моем судне, то я советую прямо сейчас кликнуть по иконке с изображением кораблика И подняться ко мне на борт Тогда вы будете в моей команде и будете первым узнавать о выпуске новых видео Ну что ж, друзья, теперь давайте смотреть, как выполняется это подснятие Так, друзья, давайте разбираться, как выглядит это ложное подснятие, которое называется 180-хеликс-кат Так, для начала, значит, запомним нижнюю карту, это у нас 9 червей Запомним верхнюю карту, это у нас 9 крести Итак, с чего мы начинаем? Значит, я захватываю колоду в руку свою, вправую, да, вот таким вот образом То есть обратите внимание, где у меня большой палец, где у меня средний и безымянный Указательно готовится отстегнуть часть от колоды Итак, что мы делаем? То есть я беру и примерно вот такую вот одну четвертую часть отхватываю И перемещаю в левую руку То есть, кто помнит, это называется свинг-кат Так, я сделал свинг-кат Но смотрите, когда я делаю этот свинг-кат Вам надо зажать вот такой вот безымянный палец Чтобы эти карты легли на него А остальные карты, пальцы, положить вот так вот сверху То есть, понятно, да? Значит, я беру Перед тем, как вот я отщипываю, да, начинаю сюда нести Я безымянный палец загибаю И кладу эту часть на него Остальными пальцами я вот так накрыл Что происходит дальше? Дальше я беру и отсчитываю вот так вот снизу одну четвертую часть Ну, либо сверху там, да, две трети, получается, от оставшихся В общем, снизу вот такую вот маленькую часть я опять же отщипываю Далее я выгибаю эти пальцы с этой стопочкой, да? И подношу сюда вот эту нижнюю отщипанную Вот так вот ее тоже раз и захватываю Когда я отношу эти карты, я эти загибаю сюда Теперь я делю пополам, примерно, да? Подношу вот сюда И вот эту вот стопку Вот этим вот пальцем безымянным Я захватываю Вот так вот раз То есть указательный у меня держит первую стопку Средний у меня держит вторую стопку Безымянный у меня держит третью стопку Мизинец у меня сейчас не задействован Эта стопка у меня в руке Итак, значит, давайте еще раз посмотрим Значит, 9 щезу внизу 6 пик наверху теперь у нас Значит, раз Два Три Захватили Теперь я беру Большим пальцем я вот эту среднюю часть выношу вот сюда Бросаю Далее Я подношу эту часть И указательным пальцем переворачиваю ее вот сюда И оставшуюся часть я просто бросаю наверх 9 червей внизу 6 пик наверху Еще разочек медленно Одну четвертую взял Загнул безымянный Схватил Положил остальные наверх Выпрямил Снизу одну четвертую Взял сюда Перенес Накрыл Половину разделил Поднес Безымянным пальцем захватил вот эту часть Третью, да, вот эту раз Взял Среднюю часть большим пальцем Вывернул сюда Указательным Верхнюю часть вывернул сюда И оставшуюся часть просто бросил наверх 9 червей у меня внизу 6 пик у меня наверху То есть Раз Два Три Четыре Так Раз Два Три Четыре Пять Вот таким вот образом Выполняется наш Хеликс Кат Никаких значит изменений в колоде После него не происходит Итак, друзья Это был Сергей Куликов Он же моряк Если вы до сих пор не на моем судне Советую прямо сейчас подняться на борт Просто кликнув по иконке с изображением судна Ну что ж, друзья До встречи в следующих выпусках Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok